всем привет меня зовут ольга и вы на моем канале сегодня я хочу показать вам два своих кубика давно я не снимала их значит первый кубик мой сегодня как раз его почистила значит здесь у меня живут щучки плавает фокусируется на ней такая у меня здесь штук 8 плавают креветки неокордины оранжевые креветки амана несколько цитрусов вот маленькие плавают и улитки теломелания желтый кролик вот там вот он вдалеке с этой стороны вот он видите какой длинный вот у меня две взрослых особи сползет и наверное что-то четыре или пять маленьких пока подростков но у подростки тому побольше и поменьше я себе на разведение оставила жду пополнения пока вот нету молодняка но вообще к зиме они как-то зима весна у них идет сезон но это по моим наблюдениям сейчас жду вот этот домик керамический купила поставила это больше для креветок теломелания потому что они любят притяненные все-таки места поэтому вот любят там сидеть особенно одна улитка вот эта большая которая чистом в углу вот она любит в этом домике в своем сидеть надо еще один поставить у меня есть кстати и также теломелания очень любят лазить по камушкам поэтому у меня здесь вот видите такая вот прям гора идет из камней это окаменелое дерево кусочки вот я выложила им такую гору и они по ней любят очень ползать вот сверху у меня роголисник рязки немного потому что щечки любят как-то прятаться и им все-таки нужно немножко такое распределение пространства потому что они могут драться между собой поэтому вот они там прячутся кто враголисники потом за цветочком где-то плавать но есть конечно мне щечки которые любят и на переднем плане плавать ну еще любят подплывать сейчас попробую палец засунуть вот палец мой видите к пальцу вот плывут плывут вот они видите какие щечки можно сказать немножко ручные приплыли нити кушать хотят приплыли кормлю я щучек в основном мотылем замороженным иногда перепадает циклоп мороженый и сушка но в основном это замороженный мотыль ним идет он потому что они живородки и живородкам все-таки по моим наблюдениям вот щучкам вот в этом аквариуме сразу сюда перейду покажу фороском цвет немножко так опущу чтоб не отсвечивал вот у меня здесь видите фар маски плавает вот они сейчас я тоже пальчик опущу вот-вот плывут фар маски формов вообще лучше держать на живом корме сушка им совсем но не как этим рыбкам вот это мне взрослые рыбки кстати фар маски вот они не такого маленького размера эта рыба не популярная сейчас сейчас все любят покупать glow fish рыбки не если честно glow fish не нравится но это дело вкуса вот фар маски рыбки мне очень нравится и поведение у них интересная так эти плавают не так неудобно эти притянила чуть свет вроде хочется чтоб не отсвечивала так что у меня в этом аквариуме стайка формозок кстати начали плодиться у меня три малька уже плавает маленькие совсем они там но это хорошо потому что формузки у меня долгое время вообще не никак никак не хотели размножаться но я так думаю все таки это тоже сезонная рыбка вот сейчас у нее начинается сезон видимо вот три малька у меня есть кстати вот он сейчас вот он вот он один вот он вот он маленький тут плавает но камера так не сфокусирует и есть еще два поменьше плавает вот такие вот они маленькие рыбки но очень интересная живут они вместе с креветками тоже тут у меня креветки черри оранжевые сейчас я тут найду вот оранжевый черри такие потом оманки вот она маночка манки у меня давно живут им уже больше трех лет вот как живут не знаю сколько они у меня еще будут жить вот рядышком черри и оманка сидит ведь оманки очень неприхотливые креветки они в любой воде могут мне кажется жить как бы себя хорошо чувствовать вот кстати во мху там среди мха плавает маленькая формоска а там сныряет где-то и вот рядышком тут саманками сейчас вот сейчас попробую сверху может будет отсвечивать или нет примерно а вот кретосики сидят видите вот 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 плывет оранжевые красавчики вот так вот сверху это все выглядит у меня здесь у меня корабль на заднем плане заросший мхом разному и мух и папоротник также у меня сейчас из нового это сейчас покажу вот это растение забыла как она называется я его достала из большого аквариума потому что у меня золотухи там поели все корни будут видите голый ствол прям идет и здесь я решила его не обрывать а так целиком таким длинным стволом посадить и вот сколько у меня пошло от росточков вот почему решила сюда посадить это растение смотрела какие-то статьи о нем не помню уже ну это давно было она цветет когда выходит в сухую форму цветет розовыми цветочками но такие не розовые больше наверное даже фиолетовый или темно-розовые фиолетовые вот и мне хочется посмотреть как же она здесь будет расти и может быть зацветет у меня вот вот но здесь это растение себя чувствует хорошо кстати я смотрю что она начал отходить пускать новые корешки ну и видеть она уже выходит из воды вот уже начинает выходить из воды может сухую форму я закрываю здесь стеклом сейчас нет стоит вот и вот видите какое она красиво смотрится мне чем-то даже немножко салат напоминает только в миниатюре листья название не помню если честно для меня как-то последнее время название растений совсем не важны стали мне нравится как она в аквариум пусть будет клинта карины не помню как он точно называется это эра кулон или как-то так растет тоже хорошо для себя чувствует вот какая-то тут травка в общем он вот такой вот у меня получился заросший мне нравится когда заросший аквариум живу конечно он смотрится намного красивее чем на экране так натуральненько я люблю больше живые растения искусственные в аквариумах вот вообще никак не воспринимаю поэтому но мороки с живыми больше и мусор больше от них но все равно очень красиво мне очень нравится ну вот щучка выплыла на серединку вот она тоже такие неактивные ручные руку засовывать если не боятся подплывают из рук кушают мне вот они нравятся они помнили дермогенез дермогенез как-то они так называются я и щучками называю живородки вот мы будем ждать когда приползут ближе к вечеру покушать морковку кролики кинула морковку засниму еще тогда улиток этих как они смотрятся какие они у меня есть там большие как они кушают в общем вот так вот смотрятся эти два аквариума стоят они у меня в коридоре вот сюда вот хочу кстати определить вот место есть сделать маленький полюдариум у меня крабы значит у меня два краба красный дьявол и один краб вампир самка они у меня живут сейчас большом полюдариуме но их практически не видно там они там нарыли себе нор в общем и я их не вижу и хочу сделать маленький полюдариум в котором буду все таки за ними наблюдать как они там будут жить расти размножаться так вот ну вот так вот далека вот они такие кубики мне они очень нравятся конечно все всем спасибо за просмотр всем пока всем пока